решила сегодня снять такой небольшой сумбурный влог рассказать как я переехала как я обустроилась потому что уже прошла целая неделя учебы сегодня уже 10 сентября но сейчас я дома приехала на выходные но сегодня уже через пару часов уезжаю обратно в общежитие в общем ну начну по порядку 28 августа мы ездили договариваться насчет общаги нам дали комнату и первый раз когда я увидела конечно я очень расстроилась у меня сразу упало настроение и я подумала господи как здесь жить хотя бы первый курс говоря уж о других четырех но после того как мы уже приехали окончательно то 31 августа начинали обустраиваться место очень уютно и даже эта веревка которую села посередине комнаты сначала мне очень напрягала я думаю зачем она здесь надо ее снять сейчас это очень удобно комфортно все твои вещи сушатся при тебе ты видишь их никто их не трогать никто их не убирает это удобно вот у нас достаточно хороший этаж нас есть лифт но все равно почти всегда на пятый этаж я хожу пешком вот наш комната на пятом этаже в принципе достаточно уютно я думаю будет хуже когда я начинала вот когда я гуглила общаги на фотографии общаг не выходили просто какие-то разрухи где дырки в полах там нет дверей там какие-нибудь крысы правда немного обои такие покоцанные и там есть такие дырочки но это не критично если мы оставим жить в этой комнате мы потом просто приклеим обои пока нормально у нас даже был холодильник то есть все покупали холодильники нам досталось скажем так по наследству потому что он был старый там не было ножки мы короче его починили помыли и у нас халявный охладильник вообще отлично он даже ну очень хорошо морозит то есть достаешь продукт оттуда снег сыпется но убрали немного убавили немного заморозку поэтому все должно быть нормально в общем все отлично так обжились теперь очень даже уютно у нас в комнате вот сейчас время уже почти 4 часа вечера пома нет по самарскому времени московскому три часа вот эти вот постоянные временные разницы не ужасно бесит потому что саранске я живу по московскому времени в индии живу по самарскому времени и сейчас у меня на телефоне стоит саранск московское время то есть мне постоянно нужно прибавлять час в общем сейчас уже буду собираться и уже поедем домой второй дом все сейчас уже буквально через 10 минут и уезжаю вернусь на неделю через три только но все же много как-то грустно если честно так куда-то полез что такое филя удобно так что в общем хорошие были выходные ничего-ничего нужно привыкать к новой жизни скоро приеду в общем все я уже готовлюсь потихоньку к основе решил немного посмотреть фильм тут он такой прекрасный цвет полка такой уютный очень нравится потому что обычно мы до самой ночи были с основным освещением люстру вот этой и у нас нет плафона то есть свет рассеивается вообще неравномерно и очень уставали глаза теперь же у меня есть прекрасный светильник который придает уют атмосферу и вообще просто просто прекрасный светильник без лишних слов вот да на самом деле как-то грустно не там на ближайшее время не поеду чтобы больше так не грустить потому что вообще тот человек который тяжело вот так вот быстро перестраивается я все это обдумываю тщательно думаю блин а вчера в это время я была дома блин а так было хорошо а теперь опять в общаге то что мне вообще не было плохо просто надо лучше поэтому домой я собираюсь 30 сентября ну да надеюсь что за три недели я это выдержу короче три недели надеюсь ну все пока а и 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 Я еле-еле что-то нашла, у меня получилось 7 страниц вместе с титульником и со списком литературы. Вот такие вот дела. Завтра у меня 4 пары подряд, к первой паре. Еще будет какой-то адаптивчик, поэтому завтра приду домой в часов 5. Провожаю такое. Вот, ну. Ладно. Ничего страшного. Сегодня уже 15 сентября. Время почти 7 часов вечера. Я сижу и учу философию на очень прекрасном фоне. На фоне жизни. Жизнь на тяги. У меня тут философия. Это нужно выучить честно. Я за лето настолько отвыклась все учить. То есть писать я вообще без проблем напишу. Мне нравится. Я люблю как-то красиво оформлять. Люблю вообще держать ручку в руках. Но вот учить мне так лень. Ну, деваться некуда. Вот завтра у меня ко второй паре, и у меня будет всего одна пара. Вот. Но я всю неделю пыталась работать активно, чтобы завтра вечером в субботу просто отдохнуть, что-нибудь посмотреть, потому что завтра еще я останусь одна в комнате. Ну, собственно говоря, я сейчас уже одна, но это ненадолго. Вот. Завтра буду ночевать одна, жить одна, существовать в целом. Ну, жить существует в целом, но это тоже не важно. Вот. Как проходит учеба? На самом деле очень много задают. То есть в понедельник уже будет защита первого проекта. Хотя только 18 число нам задали еще, по-моему, три или четыре. Там два групповых, два индивидуальных. И вот в понедельник уже будет защита первого, получат с пятого. Вот. Ну, вот. Ждаю такие домашечки учить. Я по научной деятельности уже отвечала в среду. Это было очень неожиданно. Ну, да, конечно, очень неожиданно, когда ты первая в списке. Меня спросили, я такая, господи, главное не волноваться. У меня была стратегия, главное не молчать. Да, как говорят, что у тебя весь бред на стол. Я его выложила, и там еще прибывается. Он говорит, да, да, правильно, такая. Хорошо. Вот. Что еще сказать? Еще я заболела. Да, у меня уже какой четвертый день насморк. У меня такое странное общее состояние. У меня гудит голова, болят глаза как при температуре, но температуры нет. Ну, еще у меня сомнливость. Я сегодня на парах просто чуть не уснула. Я никогда в жизни не хотела так спать, как сегодня. Я просто сидела, и у меня глаза автоматически закрывались. И это как досидеть вообще до двух часов. Но я досидела, я выдержала. Пришла, и сразу легла спать, даже не обедая. Потом проснулась, поела. Ну, в целом, все. Я жду уже завтрашний вечер. Я хочу просто ничего не делать. Сегодня уже 16 сентября, суббота. Я иду еще. У меня сегодня одна пара. Да, я иду ко второй. Она начинается в 10.10. Вот у меня осталось 20 минут. Все, я сейчас буду выходить. Все, я иду ко мне. Я тоже так хочу. Я дома. Ну, в смысле, в общаге. Если честно, я не верю в то, что я уже здесь. Господи, я так рада. Время... Время почти 4 часа. Я только зашла. Суббота. Суббота, время 4 часа. Это ужас. В общем, такой вот у меня образ. Есть телефоткаться. Я очень хочу есть. Очень хочу есть. Я ела 9 часов. Надо готовить. Зато я одна на все выходные. И все мои планы не сбылись. Время уже 5 часов вечера. И решил немного проработать. Вот, учу проектик. Тут у меня презентация. Вот, планирую, наверное, часов до 7 поучить. Да, мне нужно будет выучить проект. У меня защита в понедельник. И еще по возрастной педагоге. Там кое-что повторить. Вот, наверное, в часа 8 я буду готовить ужин. И уже потом отдыхать. Потому что я очень устала сегодня. И хочу просто один вечер в неделю хотя бы посвятить отдыху. Потому что этой недели такого дня не было. Я пришла домой. Я ходила в магазин. Не знаю, где-то ракурс. Так-то лучше. Вот, ходила в магазин. Принесла воды. Выкинула мусор. В общем, такая вот хозяюшка сегодня. Я знаю, что это мороженое. Очень люблю это мороженое. Потом пудинг. Ну, он такой. Не сказать, что супер вкусный. Но что-то в нем цепляющее есть. Поэтому я взяла его второй раз. Все-таки понять, что он меня зацепил. И взяла пончики. Ой, господи. Вообще, я такое ем редко. Такие пончики. Они супер жирные. Но почему-то мне захотелось их взять. И вот и все. Да, потратила 200 рублей. Три позиции. А, нет. Четыре. Еще жвачка. Четыре позиции. 200 рублей. Вообще. Студенты живут небедно. Студенты живут небедами. Три позиции. Устанавливаются. Игра. Студенты. Эксперты. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok